всем привет ребят я к вам вышла в эфир давайте присоединяйтесь рада вас всех видеть я не знаю о чем мы сегодня поговорим с вами но мне очень хочется поболтать настроение у меня классные я вам такого же настроения классного желаю на улице москве мороз я сейчас погуляла отморозила все щеки только включила эфир записи сразу прямой что со мной ты просто невероятно красивая спасибо большое у меня просто отличное настроение когда но супер я чувствую себя классно и тогда меня тоже видят классный давайте радоваться вместе и будем красивые все ой на какую тему поговорить с вами сегодня какие вопросики у вас есть пока ждем вопросики я как раз смотрела сериал про деньги интересный немножечко старенький уже но все равно интересный так чё сейчас мне на ум пришло знаете что пришло на ум люди которые приходят ко мне на разборы они должны задать какой-то себе вопрос чтобы из него вытащить желание вот и у всех такая частая ошибка практически у каждого с кем я сталкиваюсь по разборам почему это интересно сейчас я вам расскажу я говорю ну какое у тебя желание давай его разберем почему она не исполнена ими начинает рассказывать вот я имею долги и поэтому хочу чтобы у меня не было долгов либо вот у меня болит нога и я хочу чтобы у меня нога не болела если вы так ставите вопрос ребром то есть ставите с такой интерпретации свое желание то это говорит о том что вы желаете подавить сигнал тела или сигнал внешне материальной действительности чтобы не чувствовать что эти сигналы вам дают то есть когда вы говорите я хочу чтобы у меня не болела нога и крутите это желание у себя в голове вы себе говорите я хочу отключить сигналы тела стать бесчувственным человеком чтобы не чувствовать эту боль поймите что ваше желание нужно блин интерпретировать и задавать себе правильно потому что убивать свое тело таким способом не очень классно такой пример мне пришел такой интересный сидит человек на гвозде и у него болит попа он же сидит на гвозде и он такой приходит на разбор и говорит я хочу чтобы у меня не болела попа я говорю подожди может быть мы разберем причину почему у тебя болит попа нет я хочу чтобы она у меня не болела ну хорошо раз мы отключаем боль человек продолжает сидеть на гвозде но у него начинают почему-то не иметь ноги он же сидит на гвозде не идет никуда ну или давай теперь разберем чтобы у меня не болели ноги окей у тебя не болят ноги разобрали он продолжает сидеть на гвозде и говорит я хочу например чтобы у меня ноги не болели я нормально передвигалась и человек начинает вокруг оси вот так вот крутится но это аллегория просто представьте перебирая ногами но гвоздь продолжает втыкаться в задницу если он так будет проворачиваться на своем гвозде у него уже пойдет кровь и он такой говорит себе там я желаю чтобы у меня не шла кровь и я не чувствовал эту боль опять отключал отключает человек сигнал то есть желание то все наши сбываются кровь идет но он не чувствует более многие не болят он никуда не идет потому что не может стать с гвоздя и что в итоге то получается получается что он как сидел на гвозде причину он не нашел так и сидит но только просто не чувствует этот гвоздь этот гвоздь делает свое дело и проблемы начинают снежным комом дальше проявляться то есть человек желая заглушить боль естественный сигнал тела заглушает этот сигнал тела подает себе сигнал там нейронным связям чтобы они блин прекратили эту боль и в итоге проблема она же не решена она только усугубляется поэтому ребята вы должны желать никак убрать боль а найти причину почему у меня болит дело в том что боль это хорошо боль это прекрасно если вы испытываете боль это тот сигнал значит вы что-то делаете не так например если бы у вас нет боли вы взяли руку сунули в костер она у вас на хрен сгорит когда вам больно если вы руку в костер засунули это говорит о том то что нужно перестать делать то что вы делаете и делать что-то другое то есть нужно вытащить руку из из костра и не сувать его туда то же самое с долгами я хочу чтобы у меня не было долгов это тоже желание которое убивает естественный сигнал тела в материальной действительности ну хорошо вы разобрались что там во внешней действительности у вас долгов нет вы там побороли обстоятельства и у вас например нет долгов но причина внешних долгов это внутренние долги к себе которые продолжают все равно копиться и они выливаются каким-то другим способом уже через тело естественно долги то вовне я типа отдал денежные там решил как-то эту ситуацию заработал но почему-то у вас начинает болеть тело которое продолжает вам сигналить когда вы убиваете тело своего сигналы тогда наступает еще другая жопа потому что на гвозди как сидели так и сидите может мальчика и не было гвоздь костер я просто вам пример привожу чтобы вы понимали что вы не должны желать избавиться от боли либо избавиться вообще вот в принципе от чего-то избавиться вы должны понимать что вам не нужно ни от чего избавляться если в этой жизни что то есть она уже есть вы не можете избавиться от части себя потому что вся эта жизнь вся материальная действительность это ваше же собственное продолжение продолжение вашего тела ничего мы не можем избавиться мы можем только взглянуть и принять да вот так происходит но почему задать себе вопрос и уже искать причины почему у меня нет денег почему у меня долги а что сигналит мне тело почему у меня такая-то болезнь о чем она мне говорит то есть поймите вы не должны избавляться ваше желание всегда направлены на какое-то избавление от чего-то но при этом вы не понимаете что все что вокруг происходит и вашем теле это только лишь сигнал к тому что вы делаете не так со своей жизнью относясь к себе каким-то образом не так ну то есть вы себя не любите вы себя не чувствуете вы не понимаете кто вы есть вы наблюдаете других а в это время вас нет потому что ваш фокус внимания на других людях и вас нет почему наши желания то не исполняются каждый эфир говорю об одном и том же потому что именно те желания которые мы пожелали умом и видим эти желания исполнены у других микки маусов вокруг нас пожелали машину раз сосед купил пожелали там парня найти раз подружка нашла парня себе а вы такие опять без парня пожелали там что-то и видите это вокруг потому что вы наблюдатель вы творец вы творите своим наблюдением ваш фокус внимания и есть процесс любви процесс творения если ваш фокус внимания на ком-то то вы видите существование вот этого человека ну допустим обратили внимание на соседа или на подругу да вы ее наблюдаете наблюдаете ее жизнь живете ее жизнью соответственно у нее и желание сбывается тот кто есть у того сбывается желание вас в это время нет потому что вы не своей жизнью занимаетесь а чужой вот на кого фокус внимания у того и будет ваше желание потому что они тоже вы все люди вокруг вас это тоже вы только там в другом скафандре у нас одно коллективное сознание и тот кто есть тот кто существует того кого наблюдают тот и получает эти желания если бы вы наблюдали себя занимались своей жизнью то желание бы исполнялись бы у вас понимаете а почему я еще это сказала сейчас меня протроллили протроллили очень жестко и блин в stories выкладывала женщина вы пишете с орфографическими ошибками вы называете других на ты фу-фу-фу женщина почему ты не занимаешься своей жизнью куда внимание туда энергия да если я в себе я наблюдаю себя свои чувства наблюдая что я хочу что мне интересно куда у меня сейчас импульс меня несет если вы это наблюдаете вы есть вы фокусом на себе соответственно у кого кто есть кто существует тот и получает эти желания если ваше внимание опять же еще раз на вне на вовне на других то и будете видеть как у других исполняется ваше желание все люди вокруг это пустые сосуды на наделенные вашими чувствами вашими эмоциями ваше внимание вашей любовью вот но при этом вы обделили себя этой любовью обделили себя этими эти эти чувства передали на других но забыли про себя после проработки носа у кати если улучшение да кстати я недавно stories несколько дней назад выкладывал о том что мы с катей поработали у меня полностью вообще вот от слова совсем прошли сопли мгновенно которые бесконечно забивали мой нос я в шоке я дышу свободно и я вообще в шоке катя просто сделала мою жизнь прекрасной и кому интересно как катя работает я в stories еще сегодня выложу ссылочку на нее на такие чудеса творит она якобы отправляет в прошлые жизни искать причину родовую но я по-своему ей объяснила что она еще через какие-то пиктограммы какие-то руны открывает двери в параллельные миры ну типа в прошлое но я и объяснила со своей колокольни что она делает она тоже удивилась как говорит да нифига себе короче она имеет какую-то способность связь открывать двери в параллельные реальности которые ты проживаешь настолько осознанно настолько четко настолько ты участник событий и то что она там объясняла там исцеляли программы моей прапрабабушки в восьмом поколении вот это просто я просто в параллельной какой-то реальности не закрыла какой-то опыт вот но я и по-своему объяснила ее тоже мы объяснили удивила но она это круто провернула она так круто работает я конечно не такого уровня как она ну у меня свои причуды у меня свои там методики но ее методика меня поразило просто так как говорят нифига себе я говорю все мне все вам все все вам так пусть троллят вас я сама преподаю лингвистику но люблю совершать орфографические пунктационные ошибки я так в переписке отдыхаю не обращайте внимание она мне подсветила вот эта женщина которая начала указывать как не жить я не так живу я не то делаю вот 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 все и все не так ты же психолог она мне подсветила то что я тоже обижаюсь на свои собственные какие-то ожидания вот она же ожидала что я такой психолог и отвечу ей так как психологиня какая-то но я не психолог я вообще матершинница и редиска и когда на меня навешивают ожидания какая я должна быть мне становится это странным а потом я вспоминаю блин а где же я тоже навешиваю ожидания на кого-то либо на какие-то события вот а потом расстраиваюсь и она мне это показала я сейчас посидела подумала действительно у меня было недавно в жизни буквально на этой неделе когда я навесила ожидания и стукнула сама себя по голове потому что они не оправдались я такая обиделась а потом такая чё зачем я это делаю так благодарю подписалась на катя сразу вступила в группу до катюха молодец она просто ворвалась в мою жизнь и прям помогла я вообще просто свечусь и я такая красивая после нее такая клевая редиска спасибо 23 так или муж пиво любит что со мной надо делать но он же любит но позволь ему наслаждаться тем что он любит ну просто позволь ему наслаждаться займись собой но когда ты займешься собой не будешь находиться в каких-то иллюзиях то и муж не будет пить пиво потому что пиво это для того чтобы уйти в ту реальность где ты чувствуешь себя офигенно когда человек пьет пиво он раскрепощается он может говорить что хочет он может вести себя как хочет ему нас становится более свободно он начинает мыслить не шаблонно то есть его мало что там тормозит он не думает в этом время как он выглядит ему хорошо вот когда ты займешься собой а не пытаться будешь там исправить мужа он автоматически перестанет пить со временем да ему насладиться жизнью так как вот он хочет а ты займись собой вот и все то есть не нужно пытаться менять человека причем априори когда ты собой займешься ты перестанешь находиться в этих иллюзиях ты начнешь потихоньку рассматривать свои шаблоны тормозящие которые тебе не дают свободно общаться свободно выражать свои мысли свободно говорить что ты хочешь говорить делать что ты хочешь не делать что надо не делать по правилам не делать как надо а делать что хочу потому что ну вот просто я есть и я вот просто хочу я творец я хочу и все не почему когда ты начнешь свободно себя выражать тогда мужу не придется тебе в отражении в зеркале тебе показывать что будь собой не надо тебе никакая не нужна внешняя мишура чтобы что-то делать свободно вот просто люди когда пьются нереально хотят свободы свободы выражение свободы ну такое вот знаете это чувство когда ну тебе море по колено и ты можешь быть собой вот когда ты начнешь заниматься собой тогда не придется наблюдать пиво я поражаюсь твоей щедростью в рекомендациях другим людям а я жадная на информацию не рекламирую людей схожих профессий поделись своей любовью к людям боже мой так это же хорошо когда ты берешь и рассказываешь какие все вокруг замечательные тебе же это множество тебя же тоже начнут все хвалить когда блин отражение она сразу отражается я даже не знаю как это объяснить если ты улыбаешься в зеркале дать тебе отражение тоже улыбается если ты кого-то хвалишь то отражение в зеркало тебя хвалит понимаешь чем больше ты делишься тем больше ты умножаешься тем больше ты расширяешься растешь деление это умножение клетка поделилась и стало больше стало 2 поэтому делиться это наоборот получать еще больше не надо бояться что у вас могут забрать клиентов все люди которые должны с вами резонировать они будут с вами резонировать вне зависимости скрываетесь вы или не скрываетесь но если вы будете больше открыты тем больше людей будет с вами контактировать поэтому я не знаю чего вы боитесь на днях устроила разбор сестренки и капец результаты получили она в шоке показала тебя и сейчас она твой фанат ой спасибо учителя у нее реально решился важный вопрос куралай ну блин ты тоже посмотри какая классная что смогла разобрать вопрос сестренки я твои отражение посмотри какая ты классная сделай себе комплимент сейчас дочитала книгу о человеке который постоянно всем что-то должен жене родителям ребенку любовь с седем церкви закончилось все плохо bad and плохой конец да есть такое где изображение так как о ком в изображении говорите надо жить как будто ты прибухнул жанна да прибухните сегодня чтобы прочувствовать вот это свободное состояние купите себе вкусное вино купите вкусное пиво там крафтовая насладитесь бокалом шампанского посмотрите как вы при этом себя чувствуете запомните это состояние такое такое я просто в пространстве не все равно на всех я в себе мне хорошо я ни о чем не думаю у меня здесь и сейчас реально прибухните кто вот не пьет попробуйте это состояние привод ощутите его и попробуйте его уже когда алкоголь вылетрится из головы воспроизводить каждый день это состояние я согласна да почему бы и нет так объясни пожалуйста у меня где-то защипляет нерв и боль отдаётся в ногу все кричат идея к врачу а я нет как бы не заморачиваясь на этом через пару дней проходит это хорошо или плохо то что тело вам сигналит это хорошо вы еще не убили свое тело и она вам может подавать сигналы это хорошо другой вопрос что вы что-то делаете не так это тоже хорошо просто нужно обратить внимание на это и расширить свои взгляды свое состояние вы не хотите куда-то идти но ноги это вот прям как и руки руки делать ноги идти двигаться вы не хотите двигаться у вас полно желаний полно импульсов вы себя держите то что я не могу это сделать а вдруг подумают что-то люди обо мне да они думают ровно только то что вы думаете о себе это они не думают это вообще микки маусы просто микки маусы киношка вашей жизни пустые сосуды вам не перед кем оправдываться вам не нужно перед кем-то заискивать и и вообще испытывать какое-то стеснение кроме вас все равно на этой планете нету никого мы все одно единое целое двигаться вам мешают куча шаблонов с которыми нужно работать например это неправильно вы делите на хорошо на плохо на правильно на неправильно на нужно не нужно не надо делить просто делайте потому что вы не можете не делать вам хочется и вы сделаете это тогда вы дадите себе кучу энергии но когда вы без энергии сидите себя стопорите ваше тело просто начинает орать орать болью орать подавая какие-то сигналы болезнями проблемами вовне все ваши проблемы только от одного, потому что вы не двигаетесь. А движение — это не фитнес-зал, это не бег, это не какие-то тренировки силовые, это не передвижение по странам, это не путешествия. Движение ваше — это постоянно что-то новое, расширение и познание себя в новом. То есть идёте туда, куда ещё не ходили, делайте то, что не делали. Обычные вещи старайтесь делать по-новому, получайте новый опыт. Не надо жить, как роботы, постоянно повторяя одни и те же действия, механический дом, работа, еда, поспали, поели одна и та же одежда, всё одинаковое. Вот это не нужно повторять. То есть ноги — это идти. Идти ваше желание. Как только вы поймёте, что вы хотите, и начнёте это воплощать, без чувства стыда, стеснения, чувства вины, просто делать, потому что это достаточная причина. Вы творец, вы можете делать, что хотите. Тогда у вас не будет проблем с ногами, проблем с руками, проблем с кожей. Ой, на тебя подписано уже год. Очень рада. Спасибо, ты классная. И вы тоже классная. Боль в левом ухе. Так, о чём это сигнал? Так, правая, левая, женская. Я не хочу чего-то слышать. Вы не воспринимаете критику. Принятие, да, левое — это принятие, ухо слышать. То есть я не принимаю то, что мне говорят. Вы зациклены на своей собственной правде. А дело в том, что любая правда каждого человека — это всего лишь одна точка зрения. Что такое точка зрения? Блин, я даже не знаю, какой предмет тут поднять. Вот, например, компьютер. Я смотрю вот с этой точки зрения. Я не могу с другой точки зрения смотреть на компьютер, потому что точка зрения — это с той точки, с которой я на него смотрю. Я смотрю вот здесь. Я не вижу вот эту сторону. Но компьютер — это не только вот эта сторона. Есть ещё вот эта сторона, есть ещё вот здесь, ещё вот здесь. То есть каждый человек видит со своей точки зрения. И все точки зрения, если сопоставить, то мы увидим картинку целиком. Когда вы не прислушиваетесь к другим людям, соответственно, вы не видите истину. Вы находитесь во лжи. То есть, ну, ложь — это не то, что там, это неправда, потому что правда и ложь — это одно и то же. Я вижу одну сторону, и я права. Но если взять целую истину, то по отношению к истине это, блин, часть правды и ложь одновременно, потому что это не вся картинка, понимаете? Вот. Когда вы научитесь слышать других людей и не следовать слепо своей правде, а постоянно сопоставлять свою правду с правдами других людей и находить более цельную картинку мира, тогда всё будет хорошо. Вот. Вы очень сильно боитесь что-то о себе узнать, услышать и держитесь за свою правду. Вот это ухо, левая сторона. Принятие. Не принимайте. Но когда вам люди говорят что-то, это же вы сами себе говорите для чего-то. Надо это понять. Для чего я это себе говорю? Это я себе говорю через другого человека, потому что другой человек моё продолжение, и я на него могу смотреть как в зеркало. посмотрите, что вы отрицаете в этой жизни, с кем не хотите говорить, почему вам не нравится та правда, которую вам навязывают или доказывают, почему часть той правды, которую вам говорят, может составить какую-то цельную картинку. как мы с другими людьми видим одно и то же в ничего? Ну, то есть красную кастрюлю видим, например, вместе у нас коллективное одно сознание, ребята. Конечно, мы не можем один видеть кастрюлю, другой арбуз. Ну, а если ещё взять, что других-то вообще нету, то непонятно, кто что видит. Вообще непонятно. Мы можем только себя познать, больше никого. И что видит другой, нам не знать. Мой прадед утопил свою жену. Мой папа нанёс 14 ножевых маме. Она выжила. Мой бывший муж набросился на меня с ножом. Я убежала. Три года уже одна. Только начала понимать, как это любить себя. Всё же, куда смотреть? Элечка, вот, я бы с тобой поработала, но я хочу сказать, что попробуйте у Кати, я вот прям очень настоятельно рекомендую вот эту ситуацию разобрать. Два часа работы, там полтора, час, я не знаю, от часа до двух примерно. И вы разберёте эту ситуацию полностью. Она классно это разберёт. Почему я к ней сейчас отправляю? У меня нет времени. Вообще индивидуальную работу я пока вот так на крест поставила. Месяц-два я не готова, потому что у меня разборов там на месяц вперёд уже расписаны. я каждый день беру там человека по четыре, по пять и каждый там час-полтора у меня занимает. А записано очень много людей, что я даже за месяц наверное не разгребусь. Поэтому индивидуально работаю. Кому срочно? Давайте к Кате. Вот. Это не реклама, я просто в шоке от неё. Она просто настолько офигенно мне помогла решить вопрос, который я не могла решить с детского сада. Вот представьте, я 38 лет мучилась. Я прям, я маленькая была, у меня ещё не было там перегородки моей там неправильно погнутой, сломанного носа потом в 14 лет. Не было этого. Но я уже с детства не дышала, и мама всегда утром собирала меня в садик и так ругала, так ругала. Дыши носом, не дыши ртом. А я не могу носом дышать. Вот реально не могу. Я не знала, как маме доказать, что я не могу дышать носом. И по лорам она меня вводила, и все говорили, всё нормально, а я не могла. Вот ну не дышу, и всё. Вот. Я столько лет разбиралась. Ну правильно говорят, то, что мы в других всё видим легко. Вот. А в себе разобрать сложно. Поэтому мы и взаимодействуем с другими людьми, чтобы увидеть в зеркало то, что мы не видим. Вот вы нос-то свой не видите, но в зеркало, если посмотрите, вы можете в отражении зеркала увидеть свой нос. Вы не видите какого цвета глаза, в зеркало вы можете увидеть. Поэтому работая с людьми, вы в себе легко можете разобраться через других людей. Вот. Сложно саму себе накопать что-то в одного. Вот такие дела. Так. Катюня, тебе привет. Вообще обожаю. Спасибо тебе за нос. Я просто в шоке. Вот так. Я задаю себе вопросы на ответы, найти не могу. В чём причина? Не понимаю. Ответы, они настолько очевидны на поверхности, что вы их не видите, потому что вы куда-то глубоко копаете, а они слишком очевидны вот перед носом. И вот эти ответы, которые к вам приходят, ответы приходят к вам круглосуточно, бесконечно, вот куда бы вы ни посмотрели, ответы уже есть. Вот. Вот просто даже на белую стену смотрите, задаёте вопрос, она вам даёт ответ. Вот куда взгляд ваш, там ответ. Но он настолько очевидный, что нам кажется, что нет, это не ответ. Нет, этого не может быть, это что-то другое. Поэтому вы их не видите. Ваш фокус внимание где-то в другом месте находится. По поводу как получать ответы, надо какой-то, наверное, отдельный эфир ещё сделать. О чём говорит зуд в наружных половых органах? Ну, во-первых, зуд. Что такое зуд? Это раздражение, когда вы хотите уже себя раздражить и что-то уже сделать, то, что не делаете. Кожа это связь между внешним и внутренним миром. То есть то, что вы внутри чувствуете и как вы проявляетесь. Если вы внутри чувствуете одно, но при этом вовне показываете совершенно другое, у вас проблемы с кожей, в том числе и зуд, а если это ещё и женскими органами связано, половыми, то это своё собственное принятие, любовь к себе, это ваша женская энергия. Получается, если мы складываем все эти три составляющих кожа, зуд и женская, то 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 сейчас я как раз вчера отвечала на этот вопрос, когда мне задали на разборе, блин. Ну вы уже сами должны были догадаться, сейчас сложу воедино картинку. То есть я внутри хочу там допустим плакать, но снаружи я смеюсь, мои чувства подавлены и я вовне изображаю в маске себя, то есть скрываю себя настоящую. А женское это принятие и любовь и желание, то есть получается понятно вторичные выгоды это то, что я еще сексом не хочу заниматься, потому что мой мужчина мне не нравится, либо его вообще нету, я хочу, либо так, либо сяк. Вот и плюс, то есть ваше желание не соответствует тому, как вы себя ведете. сейчас еще подумаю, как с какой стороны сказать. Сейчас, сейчас, сейчас. Ваше желание зудит сделать одно, а вы делаете другое. Вы чувствуете там внутри подавленные какие-то эмоции, а во вне их не проявляете. И связаны они с мужчинами, с вниманием к себе, с удовольствиями. Женское это же еще удовольствие, да, получается. Не разрешаете себе удовольствие, блокируете себе удовольствие. А еще, может быть, тут еще много шаблонов, такие, типа секс это грязно, секс это плохо, только вот по любви, запрет на удовольствие. Хотите, но внешне не, 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 я целомудренная, правильная, нормальная, хорошая. что-то вот что-то из этой оперы, короче. Если бы ситуацию вашу еще разобрать, там, замужем, не замужем, дети, не дети, там, как у вас сексом, то можно еще глубже копнуть. Ну, короче, я бы это связала с сексом, с удовольствиями и с проявлением нашим, да, то, что внутри у нас одно, а вовне мы показываем совсем другое. Почему у тебя часы на заднем плане стоят на месте? Не поверите, у меня дома трое настенных часов, они все стоят, у меня двое часов Майкл Корс и Гуччи, они тоже стоят. Как только я одеваю любые часы, они останавливаются, это у меня еще с детства такая фигня, и замена батарейки в сервис бесполезна. Бабушка 40 лет, она коллекционирует часы, там 40 лет одни часы носит, там 30 лет другие, ну, то есть постоянно меняет, у нее очень много часов разных, и она мне всегда запрещала, говорит, Неля, только не мерь, только не мерь. Вот, я беру ее часы, помню в детстве, когда она там отвернется, и они останавливались, и бабушка их несла в ремонт, чтобы там что-то с ними делали, особенно кварцевые, которым не надо заводить, которые не требуют зарядки, никакой батарейки, понимаете, кварцевые, они потряслись, и все, они вечные, они идут, и не останавливаются, она мне останавливается, вот, поэтому часы, я времени не наблюдаю, я не знаю, какое сегодня число, я не знаю, какой сегодня день недели, блин, вообще, вот, я так живу уже, ну, наверное, с 2000 года, скорее всего, да, вот так вот, когда я не знаю, что сейчас на календаре, а про время, так тем более, а если наследственно варикоз от мамы и бабушки, нужно идти на расстановки, насчет расстановок, не знаю, потому что, я 2013 году, один раз была на расстановках, ну, мне не вкатило, я не поняла, этого прикола, если честно, вот, надо вам или не надо, ну, варикоз, это говорит о том, что, проблема с венами, очищение, питание, кровь, сосуды, движение, сейчас, сейчас, ассоциативный ряд в башке, они сейчас крутятся, вы где-то застряли в прошлом, то есть, ваше движение не вперед, а назад идет, шаг вперед, два назад, такое пришло, не знаю, как сейчас вы это интерпретируете для себя, вот, и копание в прошлом, не отпускание прошлого, как всегда неотразимое, кстати, прикол, я в последнем видео, была в оранжевой кофте, сегодня я одела ярко, кислотно, розовую, я смотрю сейчас в эфире, она почему-то оранжевая, пять, у меня другая кофта, как так, а что, если, когда мне говорят нет, отказывают во встречу, у меня падает самооценка, чувствую себя ущербной, ну, как чувствуете, так внешние реальности показывает, вам надо начать уже свою женскую-то энергию поднимать, принятие, если вам отказали, это вы хотели, в любой непонятной ситуации говорим себе, я творец, и почему-то я этого хочу, это я создала, это я себе отказываю, в чём я себе отказываю, так, мне мужчина отказал, это мой мужской внутренний творец, то есть, мой внутренний мужчина мне отказывает, внутренний мужчина, это мужская наша энергия делать, это я себе отказываю, что-то для себя сделать, и расшифровывайте, то есть, все наши Микки Маусы, они только нам показывают наше отношение к самому себе, и не нужно делать никого виноватыми, потому что нету никого, кроме вас и вашего отражения, и все ситуации, и все ситуации, всё вокруг, это уплотнённая форма ваших чувств, вот как вы чувствуете, как вы, в каком состоянии находитесь, так и ножка вовне проявляется и показывает вам, вот как и чем вы творите, творите вы чувствами своими, и если вы слышите отказ, такие, блин, классно, я получил отказ, всегда с благодарностью принимайте любые события, каждый миг принимайте с огромной благодарностью, и благодарите всех Микки Маусов, которые вам показывают ваше отношение к себе, о, я себе отказала, интересно, в чём так, мужчина отказал, значит, что-то сделать для себя не захотела, потому что, почему, а что я хотела сделать, а вот это я хотела сделать, а почему не сделала, ой, а вдруг не получится, а с чего я решила, что у меня не получится, я ещё не пробовал, точно, значит, надо делать, так, ну не могу, почему, ну, блин, неправильно, а с чего я решила, что это неправильно, для кого это неправильно, если я творец, значит, правильно всё может быть, или неправильно, неважно, какая разница, я просто хочу делать, и всё, меня это наполнит, и даст мне это радость, значит, буду делать, так, а что мне ещё мешает, то есть, мы рассуждаем что я не сделала и по каким причинам что меня тормозит какие страхи какие шаблоны какие программы и рассуждаем эти программы доводя их до абсурдности с чего я вообще так решила с чего я решила что это неправильно почему кто это сказал какие такие правила люди сказали на хрена я их слушаю почему я не занимаюсь своей жизнью а занимая жизни людей вот как они считают правильно почему я должна жить как читать другие люди так любите ли вы ходить в театр о да я очень люблю ходить в театр и не было там лет 10 но помню когда жила на камчатке я все время ходила в театр у нас драмтеатр прям в центре города на красной площади и я туда постоянно ходила я прям я реву там когда особенно блин когда играет я реву вживую если еще музычка классная ой кто мне сейчас театр бы пригласил надо знакомиться срочно с мужчинами чтобы не приглашали в театр или с девочками пойти научись с собой кайфовать тогда и отказы обожать и цеплять не будут да согласна плюс она сама не хочет этой встречи да 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 как увеличить доход когда начинаю больше зарабатывать чем обычно то что-то начинает случаться то болеют у проблемы с работы как это можно переосмыслить чтобы пробить финансовый потолок научитесь их тратить научитесь их тратить не оставляя ничего на потом и чем больше ваших желаний и вы знаете куда их тратить и вы их тратите тем больше ваш поток как работать с шаблонами мне есть видео как работать шаблонами не одно а много зайдите в путеводитель ссылка в профиле у меня здесь в инстаграме там есть кнопочки и на одной кнопочки будет написано путеводитель по видео попадаете в telegram канал набираете любое слово например шаблоны и путеводитель выдаст все видео с отрезками времени где именно прошел он и я говорю очень удобно ставим кодами и еще у меня есть посты как работать шаблонами с примерами есть куча групп курсов обучалок все это в меню можете посмотреть мы работаем с шаблонами на курсе сейчас твори жизнь потом у нас есть хакер чат где 77 преподавателей одновременно разбирают с вами одним шаблон вместе со мной и это получается очень круто где мы рассматриваем каждый шаблон просто с разных сторон настолько объемно и после там десяти дней работы 10 дней этот хакер чат после 10 дней работы критическая масса шаблонов рассоздается у человека ему уже потом ничего не нужно что рассоздавать это уже процесс такой автоматический потому что мозг уже начинает думать просто по-другому и видеть мир совершенно по-другому вот и есть еще денежные шаблоны в закрытой группе в инстаграме мы разбираем вариантов много посмотрите так в машине уже долгое время скрипит при торможении в правом колесе колодки поменяла трата так куда-то вы торопитесь насладитесь моментом здесь сейчас не торопитесь при торможении скрипят вам нужно притормозить сегодня заболела правое запястье притормозить давайте тормозите оглянитесь здесь и сейчас наслаждаясь что вокруг вас уже есть какие вокруг вас уже исполнились желания сколько всего классного вокруг вы уже имеете какие вас классные друзья какой классный вы сколько у вас там знаний опыта всего обратите внимание на это вы вечной гонки на будущее на будущее на будущее в настоящем не живете а соответственно если вы в настоящем не живете вас-то энергии даже нет машины ломаются вот которые говорят тормози тормози куда спешишь так мы если встречаем людей с более сильными способностями то получается эти способности есть в нас самих все верно все верно от да 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 я полностью согласна можно ссылку на катю ну сейчас не можно я же сказала что ссылка будет в профиле я после прямого эфира сделаю мою машину пропала тяга скорость не набирает потом очень сказал мне ты не тянешь типа не могу сама все счета оплатить не могу понять что мне надо проработать ты не тянешь интереса нету тянешь прошлое поэтому не тянешь настоящие то есть я знаю шаблон я знаю ваш самый главный шаблон шаблон всех шаблонов просто творец бог творец творит занимаясь творением творение это творчество творчество это создание чего-то нового 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 того чего мы не знаем каждый раз когда вы говорите я знаю вас нету энергию вас нету творчество вы не творите даже если вы этого еще не знаете но в уме вы уже прожили имеете об этом представление я же знаю что у меня нет денег но я же знаю что я не тяну но я же знаю был старый опыт который не повторится каждый миг уникальный каждая секунда уникальная в этой жизни каждая она не может повториться а вы постоянно пытаетесь повторить от да ну и тоже все время пытаетесь подтянуть свой опыт что если я сейчас буду делать то же самое что делала раньше получится тот же самый результат нихрена он тот же самый не получится получится другой новый но вы не допускаете мысль себе поэтому видите как будто он такой же но он не такой же а если вы допустите мысль что да я не знаю мне интересно как мои действия сейчас приведут меня к новому результату либо как я сделаю новые действия чтобы получить желаемое то есть все время говорим себе я не знаю вот этот шаблон тянуть прошлое есть когда вы говорите я знаю это значит вы тянете прошлое прошлый опыт пытаетесь переложить на настоящее но он не может повториться так какая катя страница забыли про катю так некоторые люди в моей жизни обещают мне что-то сделать хотя и их не прошу об этом потом не выполняет свои обещания вы себе очень много обещаете и не делаете для себя я стараюсь не иметь ожидание но все равно неприятно конечно поблагодарите этих людей которые постоянно вам напоминают отключай ожидания по поводу того что ты себе обещаешь делать а если уж пообещал иди и сделай себе вот а вы забываете об этом микки маусы пришли напомнить респект им уважуха как чувствовать уверенность себе всегда независимо от внешних оценок и внешности вспоминать что творец я я не жертва обстоятельств мне неинтересно мне играть я творец все зависит от меня причина во мне причина во мне табличку напишите повесьте там всякие там стикеры по дому я творец причина во мне причина всего что происходит со мной в моих желаниях наш мир это реализованное наше желание не чье-то наше преследуют шумные соседи я стала беситься от любого шороха за стеной или топота в подъезде переезжаю в третий раз но только хуже становится конечно пока вы не поймете что вам сигналит вы хоть еще сто раз переедете будет тоже самое разрешите себе быть шумный а что такое для вас быть шумной перестать сидеть кроту в даре начать проявляться они достучаться до вас пытаются или недавно ты сказала что плохая память это дар можно немного поподробнее ведь я считаю недостатком это ну я вот уже сказала я же знаю я же помню она блокирует вам творчество творчество это идти в новое идти в новое это жизнь это движение этой энергии это ваш поток жизненный это ваш ваша молодость это ваш интерес это ваше желание понимаете но если вы все знаете там энергии нет куда вы идете туда куда вы знаете если вы стоите перед выбором допустим вот это выбрать или вот это выбрать помните я вам еще в каком-то эфире рассказывала про фильм господин никто когда он прожил один выбор остаться с мамой другой выбор остаться с папой а в итоге в конце фильма прожив все 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 варианты различных реальностей он решил ничего не выбирать вот здесь тоже самое если вы уже знаете что будет здесь и что будет здесь здесь движение нету вашей энергии той которая вам нужна для потока и здесь потому что вы уже знаете поэтому не выбираем эти варианты ищем новый третий вариант который вы не знаете не продумывайте его заранее а просто идите и сделайте не почему наслаждаясь процессом потому что жизнь это не конечная цель это процесс понимаете наслаждение процессом сейчас здесь блин как классно что я делаю я не знаю что я делаю но я просто делаю потому что мне классно и все я делаю это делать дух творец я желаю я делаю я принимаю то что я делаю в данный момент здесь сейчас я не знаю для чего я это делаю я не знаю к какому результату это меня приведет но мне интересно я просто делаю вот как вы должны жить тогда у вас не будет вот этих проблем всех тогда не будут ваши мысли подтягивать прошлое но для этого отключите ваши я знаю это дар конечно хорошо что вы ничего не помните ученые уже доказали что наша память почитайте в интернете я это читала года два назад ученые доказали что наша память теперь перестраивается ну наш мозг сейчас перестраивается раньше если работало пять процентов мозга то сейчас говорят уже сто процентов мозга активного человека раньше только пять процентов типа все остальное там спит неопознанно непонятно уже более менее становится понятным мозг вот эти пять процентов пытался сохранить в памяти все что можно сейчас ученые доказали что мозг больше не хранит эту память и он стирает ее быстрее чтобы человек развивался эволюционировал сейчас мы на пороге эволюции до какой пороге мы уже и и проходим сейчас эту эволюцию когда нам не нужно больше ничего запоминать тем более что такое память память когда нету прошлого возникает в здесь и сейчас в данную секунду чтобы оправдать то что в данную секунду происходит мы все время совершаем квантовые скачки по разным реальностям и у нас всегда разное прошлое и это прошлое складывается из точки сейчас мы сейчас в точке находимся наблюдения наблюдателя соответственно вектор будущего стрелочка от этой точки а прошлое с какой точки идет если допустим представьте представьте если мы наблюдатель будущее идет туда то прошлое откуда идет сюда что ли ну получается если здесь будущее тогда прошлое из будущего что ли идет точно также прошлое идет туда же куда и будущее мы всегда в точке здесь мы . наблюдателя в какую бы блин стрелку бы вы не рисовали всегда будущее в будущем и прошлое всегда в будущем понимаете то есть это будущее это прошлое куда бы вы стрелку не нарисовали прошлое всегда о будущем. Оно возникает в моменте «сейчас», для того, чтобы оправдать умом тот момент, почему в данную секунду, здесь, сейчас у меня это происходит. И у вас такое тын-тын-тын, прошлое сложилось. Но как только у вас там кластеры поменялись в голове, как только у вас что-то в мышлении поменялось, у вас картинка мира другая, прошлое складывается из этой точки, новое. Смысл держать это прошлое нет. И сейчас наш мозг перестраивается, эволюционирует, на такой бешеной скорости. И ему не нужно удерживать кучу параллельных реальностей в голове сразу сейчас. Зачем? Почему? Потому что мы его всегда создаём новое. Вот вам с памятью. Зачем это помнить? Вы творцы, творите. А для того, чтобы расширяться, нам нужно всё время познавать новое. Так. О, у всех про часы. Вернее, у многих такая же штука с детства. У меня тоже часы останавливаются. Да, нафиг они нужны. Что такое часы вообще? Время. Время это когда стрелочка бегает по кругу в зацикленном промежутке. В зацикленном, понимаете? Ой, так. Нелли живёт в моменте здесь. Сейчас ей можно. Вам тоже можно. Так. Что значит любить себя? Наблюдать себя. Внимание на себе. Видеть во всём отражении мира себя. То есть не ты, гадюка, такая страшная. Так. Это я. Гадюка страшная в отражении себя увидела. Так. Почему гадюка? Это хорошо. А почему страшная? Это тоже хорошо. И рассуждаем. И когда вы понимаете, что весь мир сигналит только о вас, когда вы смотрите во вне, вы видите себя, тогда вы себя любите. Любовь — это внимание на себя. Ох ты, козёл, пошёл. Так. Это я в козёл пошёл. Так. Почему козёл-то хорошо? И это есть во мне. Это что за недостаток такой? Козёл — это недостаток. Его фу-фу-фу. Но это же мой недостаток. Это мне это недостаёт. Мой Микки Маус пришёл, мне это показал, что мне недостаёт этого. Где здесь сила в этом недостатке? Переводим недостаток в талант, в свой, в силу, в свой ресурс, в свою энергию. Эти ресурсы нам помогают жить, кайфовать, наслаждаться, и мы таким образом любовью, своим вниманием переводим тьму в свет. Что такое тьма? Это просто непонятно и неопознанное. То, что мы не принимали в себе. И чтобы расшириться, нам нужно эту тьму перевести в свет. То есть принять это, оправдать, полюбить и сказать, блин, как круто. Как круто быть жадным. Как круто там быть таким-сяким. Потому что это всё талант, это всё ресурс. Просто мы неправильно используем. Мы всё это отрицаем, но это же часть нас. Мы часть себя отрицаем. Если мы по образу и подобию, мы творцы, то получается в этом мире всё сделано. Каждая песчинка — это Бог. Каждая песчинка — это Творец. И если я являюсь частью этого Творца, то получается какую-то часть я очень сильно отрицаю. То есть я отрицаю Бога, я отрицаю Творца, я отрицаю, получается, ну, блин, какой Бог с багами, косячный, блин, натворил. Нет, нам нельзя так жить, нам надо научиться любить всё. А любить всё — это идти в тьму и оправдывать её. Почему это классно? Почему это ресурс? Почему это талант? Как это использовать? Мы просто всё это используем неправильно, потому что не задумываемся, живём как роботы. Фу! Лишь бы осудить другого человека. А то, что этот человек пришёл просто показать вам вашу сторону, в которой большая сила, которую вы можете для себя использовать, ну, вы не догадываетесь. Давайте догадываться. Так. У меня прошёл варикоз, когда перестала бояться будущего и включила интерес. Да, варикоз. Мы прошлое подтягиваем всё время, когда боимся будущего. Так, 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 всё правильно. Почему-то эфир всё время мигает. Это чёрный экран, это только у меня. Вот, не знаю, у меня всё хорошо. Так. Пора Микки Мауса заменить на Джокера. О! Надо. Почему? Дочь пошла в детский сад, начались сопли, страх за ребёнка, нужно заняться собой. Да. Или проработать безопасность мира. И да, и да, и да. Оба варианта. Поблагодарила сестра дочь, которая ей зеркалила её, и дочь ментально изменилась. А, моментально изменилась. Вот. Что показывает насморк у всей семьи? Внутренние слёзы, подавленные эмоции, подавленные желания, подавленные импульсы. Ну, насморк — это же дышать свободной жизнью, держать нос по ветру, и слёзы, слёзы, слёзы. обиды накопленные какие-то. То есть, всё это вам сигналит о том, что вы где-то что-то не принимаете, что-то вам не нравится, и вы недовольны этим. Так. Как твой кореец? Слушайте, я уже влюбилась в парня из Новой Зеландии, поэтому я не знаю, что делать с азиатом. Лучше вы такие вопросы мне не задавайте, у меня 7 пятниц на неделе. Я пока просто развлекаюсь. Дама просто разводится, вот какого, 13 февраля, и, блин, я иду во все тяжкие. Да, так что у меня следующая свадьба откладывается на неопределённый срок. Я не насладилась моментом свободы. Честно говорю. Муж не приглашает в театр. Я с мужем не живу уже полгода, и вот 13 февраля у нас официально пойдём разведёмся и поставлю штамп в паспорте. Вот, потому что я себе нашла другого, а вот недавно нашла ещё одного, я теперь разрываюсь, не знаю, кого выбрать. Подождём кого-либо третьего. или всех сразу. И сейчас такие все, фу, какая она раскрепощённая, такой нельзя быть. Да, ребят, я могу себе позволить то, что вы не можете себе позволить. И это круто. Мы разные, мы уникальны этим. Ребёнок не любит свет, задерживает шторы, говорит, свет его убивает. О чём это? Очень интересный вопрос. Давайте подумаем. Так, свет нас убивает. То есть, свет это понятное, ясное, опознанное, уже долюбленное. То, что мы стараемся повторять. Ну, понятно же, комфортно. Энергии здесь нет, действительно. Энергия вся в тёмной стороне, в непонятной, непознанной. Когда мы тёмно переводим свет. Он вам, наверное, намекает, что пора идти в свою тьму тёмную. Ну, я бы так это прямо сказала. И причём это совет вообще для всех, для меня, для вас. Разбирать нашу тьму. То есть, что такое тьма? Тьма равно тёмное, равно негатив, равно плохое, равно отрицаемое, равно то, что это точно не у меня. Не-не-не. Не-не-не. Весь мир — это не я, я-я-я. Вот-вот. А всё остальное — это не я. Вот. Это всё, что мы отрицаем, потому что оно нам непонятно. А жизнь нам в непонятном. Она как раз в тёмном. Там ресурсы, там сила, там энергия. Вот я бы так и разобрала, что для всех надо идти в свою тьму. Так. Каждый раз тебя слушаю, всё это вспоминаю. Ну да, у нас каждое утро обнуление, амнезия. Нам каждое утро нужно заново учиться ходить, любить, готовить, говорить, смотреть, думать, мыслить. У нас каждый день новый. Просто не подтягивайте старый день в новый. Проживайте его по-новому совершенно. И у нас реально обнуление. И мы каждый новый день себе напоминаем, вспоминаем. Да, вот прям так и есть. Вспоминаем. Так. Мне так нравится тебя слушать. Спасибо. Ты возвращаешь. Эфир супер, как и все. А кофта и правда оранжевая. Да, она ярко-розовая. Самое, что интересно. Вот видите значок прямого эфира наверху такой красно-фуксия, розовая фуксия. Вот. У меня кофта вот такого цвета. Я не понимаю, почему она тут оранжевая. Так. У меня и помада. У меня помада у меня оранжевая. Так. Спасибо тебе огромное за все, что ты делаешь. захотелось написать столько осознаний в последнее время. Рефлексия, чат поддержки, твои видео очень помогают осознать о себе столько. Благодарю за отзыв. Кредит. Забирайте деньги из будущего. Забирайте не деньги, а ресурсы из будущего. Забирайте деньги, да, это наша энергия, ресурсы, перемены, деньги-перемена. Вот. То есть, мы живем в будущем, получается, не в настоящем. И правда, все ответы сразу приходят. Включила видео, почитала чат. То есть, жопку подняли, что-то сделали, чат включили, внимательно ушки настроили, и получаем ответы. Так. Так, так, так. Ты-та-та-та. Неллиф. Неллиф. Плейбэк в театре была. Нет, очень советую. Театр импровизации, это сказка просто. Я вот 9 февраля, мне билеты на день рождения подарили, иду на Демчуга в театр. Вот. Кстати, блин, я иду в театр, у меня билеты на 9 февраля. Сегодня какое число? Я не знаю, какое сегодня число. 9 февраля я иду в театр, слушайте. Блин, мы сегодня говорили про театр, я прикиньте, вот как желание щелкнуло. У меня вот задним числом сейчас сложилось. Я реально, вот, все, я не могу, даже не знаю, что сказать. Короче, вы предложили театр, озвучили мое какое-то подсознательное желание, о котором я даже не думала. И вот весь эфир у меня в голове крутилось, все-таки театр, театр, театр. Ну, я с вами разговариваю, а театр крутится. И я вспоминаю, прошлого же нет, вспоминаю, что у меня есть билеты на Демчуга на 9 февраля. Вот так задним числом у меня сложился театр. Прикиньте, через два дня, через два дня, или три, или четыре, или завтра. Какое, я помню, что первая неделя февраля никакого числа сегодня я живу не оставила. Божечки. Так. Я уже хочу кушать. Так, ребятки, давайте сделаем так. Я сейчас быстро дочитаю ваши эти комплименты мне и пойду, поем у меня разборы. Я забыла, что у меня весь день расписаны разборы. Блин, надо дорабатывать их. Так. Какая-то легкомысленно-ветреная Нельчик. Ну, это же хорошо. Что можете сказать про вещи и сны? Сны – все вещи, все абсолютно. Если вы помните сон, каждый сон – это ответ на ваш вопрос. Мы всегда попадаем, когда мозг наш отдыхает, без шаблонов видим ответы, которые мы не можем получить в реальности без сна из-за каких-то там наших шаблонов. Во сне мы получаем. Если вы сон интерпретируете, что все персонажи это вы во сне, сами там от себя убегали, сами себе что-то сказали, сами себя любили, либо вы хотели почувствовать какие-то чувства, накануне думали об этом, сон вам даст это все прочувствовать, сон вам даст какие-то ответы и понять себя. Животные, мистические существа, какие-то, неважно, какие там образы, все вы сами себе что-то говорите, делаете, от себя убегаете, войну с собой ведете, куда-то там падаете, все это переводите на вашу реальность. Сны, вещи и все. Я люблю их расшифровывать. У меня даже есть несколько эфиров по снам, вы тоже можете посмотреть в этом путеводителе, как расшифровывать свои сны. И у меня есть пост по расшифровке сна, посмотрите там ниже в ленте, полистайте. Кто-то писал про шумных соседей, мне тоже это мешало, пока сама не стала вести себя громче, не только дома, а везде. Сейчас почти не замечаю соседей, мы в других ругаем то, что себе не разрешаем. Да, 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 вот именно так. Вот вам сразу подтверждение прилетело. Класс. Я хочу кушать, у меня уже желудок болит. Люди, отпускайте меня. Так, быстренько еще. Если у мужчины не хватает на меня времени, он говорит, что всегда занят, то что это значит? У вас не хватает времени на саму себя. На саму себя. Что в себе искать? Искать на себя время. Ребят, прямым текстом вам говорят. Искать на себя время. Вы не можете найти время сделать то, что вы хотите. Мужчина, это тем более творец. Делать. Ду. Творец. Вы не можете для себя сделать что-то, потому что у вас на это нет времени. Ваши приоритеты в надо, в правилах, в работе, там, на ком-то. Короче, живем другими жизнями. Мы своей жизнью не живем, когда живем другими жизнями. Мужу надо помочь, детям помочь, родителям помочь, соседям помочь, друзьям помочь, всем помочь, всем все сказать, кого-то обосрать, кому-то комплиментов надавать. Всегда где-то вовне находимся, не в себе. Понятно, на себя времени нет. А мне еще нравится, у кого нет времени, тот, блин, забыла. Если человек вам говорит, что у него нет времени, тогда он крадет его у вас. Да. Подумайте над этой штукой. А что есть такие отношения, где два мужчины у девушки? Нет, я не хочу встречаться одновременно с двумя, я просто пока выбираю, я просто пока общаюсь, я просто пока присматриваюсь. За кого замуж пойду, подумаю потом. Может быть, придет еще третий, может, десятый, я не знаю. Я наслаждаюсь жизнью. Так. Все себя спросили, а что так можно было? Ой, ну, второй просто такой тоже классный, с Новой Зеландии. Она живет в Москве два года, говорит тоже только на английском и тоже занимается трейдерством, и тоже сказал мне научит инвестированию, там, чем-то на своих каких-то там платформах. Божечки, я как написала список, что хочу мужчину, который говорит на английском, чтобы я изучила английский, и чтобы меня учил инвестирование, я плотно занимаюсь год инвестированию, но я занимаюсь акциями. Акции, либо там структурные ноты какие-то, вот, но хотелось бы еще чего-то другое. и короче они там всех попадаются именно с такими навыками, это круто вообще. Что хочу, сразу получаю. Так, вообще кушать хочу, блин. Я тоже разрываюсь, есть несколько ухажеров, как делать выбор. Ну, я вам про выбор уже говорила. Наблюдайте. С чего нужно начинать утро? С хорошего настроения. Встали необычно, и сделали что-то, чего каждое утро не делали. По-новому. Вот с этого и начинайте. Я каждый раз, когда открываю глаза, думаю, так, сползала в тапки уже голая, неинтересно. Кстати, я сегодня полностью обнаженная, по квартире ходила часа два и готовила себе кофе, завтрак, там, макияж и вообще не одевалась. Для меня это было необычно, потому что я всегда одеваю хотя бы трусы, блин, или хотя бы ну что-то сверху, футболку. Вот, а сегодня я решила ходить вообще обнаженной, и это было очень круто. Еще панорамные окна и там и штор, я не знаю, соседи видят нит. Ну, было круто. Я прям кайфанула. Ой, так, о чем мы с вами говорим, непонятно. О моих мужчинах, об обнаженном теле. Так. Да, цвет кофты из-за фильтра. Фильтра, я думала, фильтр просто эти огонечки дает, теперь я вижу, что он искажает еще и кофту. Надо попробовать какой-то другой с фильтр огонечками, который не искажает больше ничего. Демчога это тот, который, помните, мистер Фриман. Вот эти рисованные, черно-белые, с озвученными приколами видяшки, которые там еще лет 10-20 были назад. Вот, и у него там сейчас свой театр. Блин, я очень крутой. На Демчога советую сходить, у кого есть такая возможность. Так. Как быстро ты сотворила билеты в театр? Да я вообще офигела, я только сейчас вспомнила, что мне на днюху билет подарили. Вот, причем я туда иду со своим стилистом и с другой девочкой. Вот, мы пойдем втроем. Класс. 9 февраля, вторник, а сегодня какой день недели? Пятница? Суббота? А потом посмотрю. Так, сегодня седьмое. О! Послезавтра у меня театр. Вот это я реально быстро сотворила. Нелли, вспомни, хотела ли ты у меня разбор сделать по методике мастер разборов? Слышала? Не, разбор-то я ни у кого не хотела сделать, я просто спрашивала, что такое мастер разборов, но мне объяснили, что это, примерно поняла. Так. Какая ты красивая в последнее время особенно. Спасибо. Да я влюблена, просто влюблена. Я влюблена в себя, в этот мир. А, я не могу. Вот так классно. У меня желудок уже такой... Но я хочу дочитать. Я зачем замуж? Ты штука оттуда. Блин, мне нравится эта игра. Еще не ушла даже оттуда. так. Так. Так, отец Энель захотел есть. У меня сейчас развод с мужем, подскажи, как отпустить с благодарностью? Я благодарю тебя, сука, что привнес в мою жизнь столько классных эмоций. Вот. Но я сама обиделась на свои собственные ожидания. Теперь начну жить здесь сейчас. Спасибо, что ты наконец-то с моим прошлым сваливаешь от меня. И я сейчас буду наслаждаться офигенным новым, настоящим, неизвестным, непонятным, но офигенно энергичным, потому что новое, неизвестное, непонятное, оно вот как раз-таки есть жизнь наша. Так что отпускаем с кайфом. Ничего я несу. Ну, реально, идите с удовольствием в прошлое, в будущее, в настоящее. Идите вот сейчас по жизни с интересом в неизвестное. Вспомните себя маленькими детьми, когда вы вот с такими глазами, удивлением смотрели на этот мир. Вот вам нужно вспомнить вот эти чувства и находиться в этом состоянии, в состоянии ребёнка. Пока вы не будете в этом состоянии, вы будете быстро стареть, болеть, уменьшать свои доходы, разрушать семьи, да что угодно. Так и скажу именно разводе. Я тоже развожусь. Развод это круто, мы просто стали другие, мы просто стали другие, мы просто поменялись, мы не на одной волне, просто теперь у меня другое отражение, мы другие. Микки Маусы, которые не захотели с нами роста, они уходят дальше развлекаться, а мы будем развлекаться сейчас с новыми. Так что отпускайте смело. Я не тот психолог, который говорит, сражайтесь за ваши отношения, тяните эту лямку прошлого, будьте пожалуйста в состоянии как же слюбиться, стерпиться там, тра-та-та, надо прогибаться друг другу, уступать, не надо, не надо, жизнь она одна и она ваша, вы не должны ни под кого прогибаться и идти на компромисс, компромисс в семье, которой нас учили, это ну опыт этот нужен нам был, но сейчас он не нужен этот компромисс, когда вы будете с человеком на одной волне, там не придется идти на компромисс, не придется себя прогибать, не придется делать то, что вам не нравится, компромисс тоже опыт нам нужен был, теперь давайте по-другому, все, целую, мой желудок кричит громче меня, поэтому я пошла кушать, правда я не знаю чего, у меня кроме йогуртов ничего нету, пойду есть йогурт, целую, пока, люблю вас всех, так, хакнуть шаблон это принять действительность безоценочно, верно, без противопоставления миру, да, ну и плюс каждый по отдельности, противоположности, находя целое, эта психологическая фигня доходит до меня, а доводит меня, жила в компромиссии, опыт неудачный, счастье не испытала, удачный опыт, теперь вы знаете, как не надо, и пойдете в новый, это очень удачный опыт, ребят, нету неудачных опытов, нету удачных неудачных, есть просто опыт, и все, который вас расширяет, и он уже в вас встроился, и вам нужно идти дальше, все, сотый, миллионный раз целую, вас обнимаю, ухожу, надеюсь, в следующий раз кофточку одену в зеленую, если она опять будет оранжевой, я буду долго смеяться, все, целую, пока ухожу, пока ухожу,